Добрый день. Сегодня мы будем говорить об особенностях ЭГ при приступах с генерализованным началом. И в первую очередь мы определимся с тем, как их трактовать в рамках генерализованных форм эпилепсии, признаваемых Международной противоэпилептической лигой ИЛАЕ. ИЛАЕ признает у нас самые главные, самые известные формы эпилепсии – детская абсанс-эпилепсия, – юношеская абсанс-эпилепсия, юношеская миоклоническая эпилепсия и эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами, изолированными. Сейчас принято название этих форм эпилепсии – генетические генерализованные эпилепсии, но сохраняется и исторически принятый термин – идиопатические. Поэтому эти формы могут называться совершенно законно, по рекомендации МЛАЕ, и идиопатическими генерализованными эпилепсиями. Их классическая ЭЭГ-характеристика – это, как известно, одна из самых часто встречающихся картин на ЭЭГ – это генерализованная спайк-волновая активность с частотой 3 Гц, 3 комплекса в секунду. При этом клиническое сопровождение, клиническая подсказка для врача – это одна из самых частых ситуаций в практике. Это 15-27% всех форм эпилепсии. При этом приступы генерализованные, и на нейровизуализации не находится эпилептогенного субстрата. Фоновая активность при этом обычно нормальная, но при этом возможно и замедление фона в рамках физиологических феноменов, таких как дремота или сон, или при функциональных пробах, как гипервентиляция. И надо помнить, что замедление фона может быть признаком, вероятно, других проблем, не генерализованных эпилепсий, о которых мы сегодня говорим, а эпилептических энцефалопатий или прогрессирующих миоклонических форм. Спайк-волновые разряды показаны на этом слайде. Они типичные, они достаточно регулярные и мало меняются морфологические в ходе одной вспышки. При этом морфология обычно это спайк- или полиспайк-волновые комплексы с частотой от 3 до приблизительно 5 Гц. В первую очередь характерно постоянство морфологии для детской абсанс-эпилепсии, поэтому при рассмотрении ЭЭГ, если комплексы мало меняются на протяжении вспышки, мы можем подозревать, скорее всего, ДАЭ. Но при этом у 60% пациентов комплексы могут быть нерегулярными. И в ходе одной вспышки постепенно замедляются в течение одного пароксизма. Амплитудно они преобладают в лобных областях, и может быть непостоянная амплитудная симметрия. Но кроме классических трехгерцовых спайк-волновых разрядов, известно, что при генерализованных эпилепсиях есть и другие формы ЭЭГ-аномалии. Это полиспайк-волновые разряды, фотопроксизмальный ответ. Это акцепитальная термитирующая ритмичная дельта-активность, у ИРДА. Она есть у 1 трети детей с детской абсцентс-эпилепсией. Это чувствительность к закрыванию глаз. Это фиксейшн-оффсинситивити. Это генерализованная пароксизмальная быстрая активность. И такой спорный паттерн – это эпилептиформные К-комплексы, которые как ни неприятно нам на него смотреть, но он есть у 65% пациентов с диаптическим генерализованным эпилепсией. Полиспайк-волновые разряды более-менее привычны нашему глазу. Здесь на этом слайде они представлены. ОИРДА – ритмичная дельта-активность. Посмотрите на задние отделы, и вы увидите здесь конкретную ритмичную, синхронную, симметричную активность, которая называется акцепитальная термитирующая дельта-активность. ОИРДА – это не эпилептиформная активность, естественно, но это модификатор диагностического поиска, который может насторожить нас в отношении, например, детской абсцентспилепсии, если есть соответствующая клиника. Потопроксизмальный ответ – тоже всем хорошо известная классификация по ВАЛЦ. Это четыре варианта, которые мы можем видеть на этом слайде. Обязательно нужно помнить, что они могут сочетаться, разные варианты у одного и того же человека, или это может быть признаком какого-то динамического процесса в разных исследованиях, в разных ЭЭГ. Вот здесь показан фотопроксизмальный ответ, здесь включен фотостимулятор, показан таким вспышкой, и здесь момент закрывания глаз. И надо помнить, что очень важно сопровождать фотостимуляцию с командой на закрывание глаз. Это будет именно правильным протоколом фотостимуляции. Есть два сходных, может быть, феномена – чувствительность к закрыванию глаз и скотосенситивность или фиксейшенов-сенситивность. Чем они отличаются? При закрывании глаз, в момент закрывания глаз и короткое время после него появляется эпилептифорная активность, и постепенно она исчезает. Вот на левой части слайда это показано. Скотосенситивность или фиксейшенов-сенситивность – это все время закрывания глаз. Человек закрывает глаза. Здесь синим выделена эпоха, когда у человека закрыты глаза. Буква C – это close, это закрыты глаза. O – это open, это открыты глаза. Следующая эпоха – закрыты глаза. Все это время, пока они закрыты. На ЭГ – генерализованная спайк-волновая активность. Эпилептифорные К-комплексы. Это паттерн, который не всеми признается. Его существование до сих пор вызывает споры. Но, на наш взгляд, это действительно существующий и часто сбивающий с толку паттерн, когда спайк включен в состав К-комплекса. Причем это действительно спорная картина, которая может быть и у здорового человека. Это, может быть, не стоит рассматривать как эпилептифорный паттерн, но при этом это, опять же, модификатор диагностического поиска. Если у пациента на ЭЭГ, например, в силу ограниченности по времени, мы видим только эту картину, то это может быть аргументом в пользу поиска, дальнейшего поиска какой-то генерализованной формы эпилепсии. Генерализованная и проксизмальная быстрая активность. Здесь тоже она показана. Тоже это сам по себе паттерн, может быть, не относящийся к эпилептифорной активности, но это один из модификаторов. Мы тоже можем на основании этого заподозрить эпилептическую природу жалоб у пациента и продолжить диагностический поиск, зная, что это часто сочетается с эпилептифорной активностью, несмотря на нетипичность морфологии. Различаются приступная и внеприступная активность, стектальная и интерактальная. Абсансы чаще всего мономорфны на ЭЭГ, и в основном при приступе меняется длительность разрядов, то есть 10 секунд, 20 секунд, минута активность может быть более или менее сходна в начале и в конце пароксизма. А вот тоникоклонические и миоклонические приступы при этом меняется и морфология, и длительность разрядов. Так вот здесь на слайде представлена абсансная активность, трехгерцовая вспышка, которая более или менее мономорфна. Здесь картина миоклонического приступа, полиспайк-волновые комплексы, которые к концу разряда становятся медленнее и появляется некоторое фронтальное преобладание с замедлением. А тоникоклонические приступы, как в данном случае, иллюстрации эпилепсии с генерализованными тоникоклоническими приступами, изолированными. Здесь видна эволюция разрядов от появления быстрой активности с трансформацией в спайк-волновые разряды, с нарастанием их амплитуды и периода. Атипичные черты при идиопатических генерализованных эпилепсиях нужно помнить. Существует атипичная морфология разрядов. Спайк может быть невыражен или атипично расположен. Может быть амплитудная асимметрия, могут быть и фокальные разряды на АЭГ, или фокальное начало разряда, или фокальное окончание. Генерализованная и максимально быстрая активность. Цифры здесь представлены. И, как ни странно, больше половины пациентов с идиопатическими генерализованными эпилепсиями имеют хотя бы одну атипичную черту на АЭГ. Это важно помнить. Это не должно нас сбивать с толку. Так могут быть, как на левой части слайда, медленные волны, вообще без спайков частично. Могут спайки наслаиваться на разные отделы медленной волны. Возможно, амплитудная асимметрия. Посмотрите на левый слайд. И правая часть, на левую часть слайда, это начало разрядов, серии разрядов. И на левой части это уже генерализованные спайк-волновые разряды. Провоцирующие факторы. Это гипервентиляция. Известная проба, которая провоцирует абсансы в основном у детей с детской абсанс и юношеской абсанс эпилепсиями. Это большинство, 87%. При этом при юношеской миоклонической эпилепсии это не так характерно. Это только у третьих пациентов. А фотостимуляция как раз чаще провоцирует именно полиспайк-волновые разряды и миоклонические приступы. Возможно, рефлекторные стимулы, рефлекторные ответы на паттерны. Это полосатые образы, решетки, кольца, может быть, ступени эскалатора, повторяющиеся какие-то черты. Когнитивные и практические стимулы, пространственные задачи, вычисления, чтения. Кино может быть, но последнее исследование показывает, что 3D кино и 2D кино одинаково могут провоцировать приступы. Может быть, максимальная утренняя представленность, причем большее количество эпилептиформной активности именно ночью и ранним утром, до 7 утра приблизительно. В медленном сне практически 2 трети вероятность того, что мы найдем активность эпилептиформной именно в медленном сне. В бодрствовании чаще всего спайк-волновые комплексы реже и дольше. Во сне короче, но чаще. То есть это выводит нас на необходимость записи ночного ЭГ видеомониторинга с пробуждением или с депривацией сна, или хотя бы частично включить сон в протокол исследования. При разных формах эпилепсии могут быть разные варианты ЭГ и ВИЛАЕ по этому поводу выпустила свой доклад в 2017 году еще. Здесь я суммировал данные, которые можно при основных генерализованных формах эпилепсии проследить. Так мы видим, что на ЭГ при детской абсансе эпилепсии частота спайк-волновых разрядов обычно меньше, чем при юношеской миоклонической эпилепсии. Регулярность выше все-таки. В основном нерегулярные комплексы, опять же, в более старшем возрасте и при миоклонических формах, процент полиспайков также выше при миоклонических формах, фотопароксизмальный ответ тоже возрастает при дрейфе нашим от абсансных к миоклоническим формам. И средняя длительность вспышки спайк-волновой в секундах также выше в основном при юношеской абсансе эпилепсии и может быть несколько выше при юношеской миоклонической эпилепсии. И общий индекс эпилептифорной активности также выше при юношеских формах. И выбивается из общей картины в основном эпилепсии с изолированными генерализованными тоникоклоническими приступами. Вот в этой таблице много знаков вопроса, потому что и регулярность комплексов, и их количество в разряде, и наличие фотопароксизмального ответа – это не очень однородные данные, не то, что можно проследить, к сожалению, при этой форме. Таким образом, на ЭГ существуют нетипичные и типичные корреляты, которые упрощают для нас, с одной стороны упрощают, может быть, с другой, может быть, для некоторых усложняют дифференциальный диагноз электроклинических синдромов. И надо помнить, что неклассические особенности ЭГ, как ни странно, они не противоречат диагнозу и во многих случаях не говорят о том, что у человека фокальная эпилепсия, несмотря на частоту, например, фокальных разрядов при генерализованных формах. При распределении эпилептифорных разрядов в течение суток важно помнить о циркодианных ритмах и о возможной провокации эпилептических приступов и разрядов различными модальностями стимулов. Это нужно включать в наше исследование. И надо помнить, что неправильная трактовка ЭГ может быть опасна для пациента. Мы можем спутать генерализованные фокальные формы, в некоторых случаях вплоть до ненужных инвазивных исследований и оперативных мешальцев. Это обязательно нужно помнить и знать, что неклассическое ЭГ не противоречит диагнозу. Спасибо.